Батя кинул мне предъяву, говорит, ты чего меня не взял? Я тоже хочу ее протестировать. Продолжаем. Ну, можно было бы почетче сделать, честно говоря. Опа! А троллейбус маханул на красной. Кстати, у нее название Катя 900, как у подводной водки. Некоторое время назад я ездил в Швецию, где мы тестировали новый Киа К900. И когда я был на этом тест-драйве, батя кинул мне предъяву, говорит, ты чего меня не взял? Я тоже хочу ее протестировать. Батя, все, спустя пару месяцев я исправляюсь. Вот машина, и сегодня ты ее протестируешь и расскажешь свое мнение. О чем думаешь? Весна пришла. Вот каждый день я вижу почки, листочки, все больше и больше. Просто жить хочется. А давай тогда попробуем пожить ближайший час в К900. С удовольствием. Да. Поехали. Так, ну что, как тебе по посадке вообще? Да, в общем-то, достаточно приятный автомобиль. Осторожно, осторожно, бордюр. Смотри, у нас здесь круговой обзор. Я вижу, вижу. Очень удобно. Смотри, ты как в своем ГОЕ хочешь с помощью этого рычажка переключить. Да, да, да. Есть такое. Классическая тема у владельцев Mercedes-Benz. Есть такое. Смотри, как удобно видно. Кроме этого, остановись сейчас, подожди. Остановись, нажми на тормоз. Смотри, ты здесь можешь переключать между вариантами того, что у тебя отображается на экране. Продолжай. Ну, можно было почетче сделать, честно говоря. Ну, качество картинки, да, можно было подтянуть, согласен. Но на сегодняшний день хорошее. Ну, да. А, вот сейчас я вот включил поворотник. Да. Видишь, как здорово. Да, ты уже это видел у меня в Инстаграме. Видел, видел. Да, да, да. То есть здесь, друзья... Очень удобная функция. Сейчас на дороге покажем более подробно. Когда вы включаете поворотник влево, то автомобиль включает камеру, которая установлена в левом зеркале. Я еще ни у кого не вижу. И вы, да, и вы можете смотреть, что там происходит. Такое есть, такое есть... Корейцы впереди, планеты все. Они третьи создали такую штуку. Первыми были Lexus с их новым ES. Затем вторыми были Audi с их полностью электрическим e-tron Quattro 55. Но и в ES, и в Quattro, в e-tron, там вместо зеркал используются, значит, вот эти вот камеры, которые выводят изображение. А здесь у вас есть комфортная возможность пользоваться классическими зеркалами и заодно пользоваться новыми технологиями. Бать, смотри, еще какая здесь есть фишка. Кладешь телефон сюда... И он начал заряжаться. Да, и он начинает заряжаться. Еще, бать, смотрите, какой козырный Aston Martin кейс. Ну, а еще, посмотрите, есть схожее местечко сзади для зарядки. Сейчас вот так вот ставим. Оп. И он там тоже начинает заряжать. Более подробно это покажем, как это работает, когда мы уже присядем сзади. Ну, давай заодно позаряжаем твой телефон. Ну, конечно, переборщили они здесь с этими клумбами. Так, давай здесь направо. Как тракторист пьяный был. Здесь каждое утро тогда тракторист пьяный. А можно включить вот этот вот боковой, чтобы я видел? Так, обзор, смотри. Значит, сначала мы включаем, активизируем парктроники. И нажимаем кнопочку view. И вот теперь все видно. А, ну это другое дело. Так, я думаю, мы выберемся. А-а-а! Смотри, как опасно. И что из пенсии оплатишь? Ты меня предупреждай. О-о-о-о-о. Я прошел. Так, теперь я сюда должен уйти? Я так понимаю. Ну, не, может дальше он проехать и там направо поверну. Ёкин, моталкин. Ну что, Батя, прошел все круги ада возле главного здания МГУ. Сейчас, перед тем, как выезжать, остановись на секунду. Остановись. И давай я тебе поменяю режимы вождения. А ты смотри, как здесь что-то там увидел. Да я посмотрел на кнопки регулировки сидения. Они точь-точь, как Мерседес. Ну, они похожи по своему дизайну. Только в Мерсе, как правило, они расположены на карте дверей. А здесь они, как у большинства автомобилей, находятся, собственно, у сидения. А знаешь почему? Потому что вообще у Киа в основе... Вообще у корейского автопрома в основе немецкий автопром. А они по лицензии сначала у японцев все брали, Батя. Ну, у немцев тоже, потому что наш Маджентис, он сбоку чистый был Мерседес. Наш Маджентис, Киа Маджентис, был сделан на базе Митсубиши Голланд. Это японская машина. Что ты скажешь на это, Илон Маск? Да, я скажу то, что все друг у друга крадут, а японцы украли у немцев. А сейчас пристань здесь, пристань на секундочку, кое-что надо показать. Творческая компиляция. Тащат друг у друга все. Итак, творческая компиляция. Сейчас мы поменяем режим поведения автомобиля. Смотри на панели приборов, как это отображается. Спорт. Это у нас спорт. Эко-режим. Кастомный. И мы когда были на тест-драйве с Пашей Блюденовым, давайте вот этот оставлю, он очень необычный. Давай, начни ехать. Сейчас покажу здесь. Давай, давай. Тапок в пол. А звучок-то, а? Звучок неплохой. Серьезный? Звучок неплохой, да. Можешь, пожалуйста, прикрыть окно, чтобы нам не портило звучание окружающая среда. Звучок неплохой, и в режиме спорт здесь для любителей погромче. Нагоняется еще дополнительно звук через колонки. Ты сейчас это услышишь, когда мы начнем ехать. Прекрасная функция. Никого не тревожит, никому не мешает. А тебе, если тебе нравится, тебе хорошо. Да. И когда мы с Пашей Блюденовым тестировали эту машину в Швеции, то мы были приятно удивлены качеством проработки этой виртуальной панели приборов. Дело в том, что она работает быстрее всех, что есть на данный момент у немцев. Посмотрите, как быстро сейчас я нажимаю смену режимов, да, и никаких подтормаживаний. Здесь есть четыре дизайна, и они очень разные. Ну, до этого для нас с Пашей номер один по разным дизайнам были автомобили Mercedes-Benz новые. Там три у них дизайна, да. Здесь четыре, и круто, что они смогли превзойти немцев в качестве работы виртуальной панели приборов, а также в дизайнах, да. Хотя, казалось бы, последний не так уж и сложно, тем не менее. Как тебе здесь вообще по интерьеру, Бать? Честно, вот откровенно скажи, как по интерьеру спереди? Вообще, честно говоря, я полюбил Kia, когда у нас еще был Magentis. У нас был Magentis, мы в 2005 году купили Kia Magentis. Которые пересели с 2104. Да, с ВАЗ-2104 мы пересели на него, это, конечно, это был просто вход в другой мир. Это была очень крутая тачка по тем временам, она очень глубоко запала нам в душу. Я даже помню, когда мы с отцом только купили ее и гоним, собственно, домой, мы еще не умели там пользоваться климат-контролем. Я как сейчас помню, впереди едет КамАЗ, воняет от него дико, да, но мы под впечатлением от покупки, мы говорим, типа, о, как хорошо работают фильтры. Ничего не пропускается, хотя мы даже не могли включить, отключить забор воздуха, потому что не знали там, как это сделать. Хорошо, давай не будем говорить про прошлое. Не, ну это прям приемственность, и поэтому у меня, честно говоря, симпатия изначально лежала. Согласись, что все равно инстинктивно смотришь на зеркала, трудно довериться изображениям. То есть круто, что это есть, но довериться лично я не смог в течение этих дней. Это дело привычки, кстати, очень, очень наглядная, между прочим, функция, но к этому надо привыкать. Быстро можно к этому привыкнуть. Ну да. Опа! А троллейбус маханул на красный, я видел. Ну так что, Бать, как тебе по интерьеру в передней части машина? Че скажешь? Да вообще она смотрится и внешне, и внутри солидно. Такой уже бизнес-класс. Ну, от себя добавлю, что в самых крутых комплектациях здесь у нас идет повсюду кожа Nappa. Такая же кожа, как используется в богатых комплектациях, в богатых версиях автомобиля BMW. Натуральный шпон, да, то есть, ну материалы реально офигительные, и все блогеры и автожурналисты отмечают это. То есть, реально качество-качество материалов очень радует. Если говорить про то, на какой версии мы ездим, мы ездим на максимальной комплектации с мотором 3.3. Она стоит у нас 3.900. Затем есть попроще чуть комплектация, она стоит 3.600. И начинается новый Kia K900 с отметки в 3 миллиона рублей. И есть еще версия Kia K900 с мотором V8 5 литров. Стоит она 4.5 миллиона рублей. Там у нас получается 400 с небольшим лошадиных сил, 5.7 до 100 км в час. А если говорить про этот K900, то у нас получается с мотором 3.3 литра машина едет за 8.4 до 100 км в час. Сейчас впереди там станет посвободнее, и батя топнет. Посмотрим, посмотрим, как ему это понравится. Либо не понравится. Смотрите. Пепельница K900. Знаете, друзья, если честно, не понимаю, кто в наше время курит в машине, использует... Ну, в машинах-то курят, но вот кто использует еще пепельницу в машине. Мне кажется, это уже какой-то прошедший тренд, и никто уже в машине гадости эти пепельные не оставляет. Так, здесь у нас, смотрите, классический USB. Так, ну что, Бать, давай, топни немного. Что это было? А это ты перестроился без включения поворотника? Ага. Еще ты приехал на скоростную камеру, придется и с пенсиями. Да ладно, ну прекрати, хорошо. Не расстраивайся, не расстраивайся. Надо заранее предупреждать. Ну, как тебе динамика, смотри, он едет 8,4 с этим 3,3 литра, вот. Твой ГОЕ едет 7 секунд. Что скажешь? В общем-то, достаточно приемничества. Я не знал об том, что есть разница такая. Резко набирает, ровно, стабильно, не шатается, нет, валкость. Что он чуть не шатается? Ну, иногда у машины, например, у моего ГОЕ, есть такой недостаток, он немножко валкий. Ну что, Бать, пришло время мне сесть за руль. Ты сядешь уже на сидение сзади. Вот, давай я тебе покажу сейчас подкапотное пространство. Найдешь там ручку, где дернуешь, чтобы открыть капот? Оп, вот такой вот он. 3,3 литра, 249 сил, 350 литон на метр крутячего, автоматическая коробка передач. Достаточно эффектные распорки здесь. Огромный батон такой. Ну да, достаточно крупный. Ну ладно, давай, все, садись теперь на заднее сидение. Поехали дальше. Ну а теперь самое интересное, что есть в Kia K900 за те деньги, что он стоит. Это возможность получить F-класс стоимостью от 3 миллионов рублей, да, и у которого очень красивый задний вид, у которого сзади достойная эргономика. Сейчас мы это вам покажем. Напомню, что у нас максимальная комплектация и, скорее всего, наиболее популярная будет средняя комплектация, которая стоит 3,600. Ну вот я сел на заднее сидение и так, в общем-то, если я VIP-пассажир, то я хотел бы, видишь, у меня ноги упираются, чтобы не надо было водителю или мне самому выходить и передвигать сидение. Здесь есть такая функция, называется Front. Я ее нажал. Угу. Функция выбора переднего сидения, чтобы его регулировать. Да, здесь помощью. Вот она. Ага. Здесь, кстати говоря, вон есть специальные дополнительные кнопки, да, Rest, то есть отдых. Нажимаешь ее, и она сразу запускает процесс раскладывания и этого сидения, складывания, и раскладывания, смотри, и твое поехало тоже. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, хорошо. И вот это, конечно, уровень. Подальше отъехали. У меня ноги все равно вот здесь. Ну смотри, вот, вот это уже максимально, как она отъезжает. Ее можно еще механически... А, это не отъезжает. Не-не-не-не, здесь это у нас для мелочей. Можно еще... Можно еще откинуть ее сюда так. Согласен, согласен, да-да-да. Так что я им подсказываю функцию. Да, вот. Соответственно, здесь у нас экраны, они с механическими регулировками, да, то есть вручную нужно вот так вот поправить. А вот я хочу поставить радиоджаз. Как это сделать? Радиоджаз. Ну смотри, используя мультимедиа, здесь все достаточно понятно, да. Нажимай меню. Здесь, причем, дублируются оба экрана. Да, радио. Ну что ж ты опять климат регулируешь, батя? Используй вот эту шайбу. Ну, заходи туда. Так. Это мой любимый радиоджаз. Да что ты опять климат регулируешь, батя? Да я звук хочу, где звук? Все, у тебя зафиксировался телефон и пошла беспроводная зарядка. Это реально круто. Здесь можно заряжать их перед ним. Ну да, да, да. Можно еще по классике через USB. Вот. Так, в дождика. Здесь у нас что? А, здесь у нас лючок в багажник. Если бы можно было лыжи положить, какой-то негабарит. Да. Доски, например, если кто-то захочет. Ну что, батя, давай сейчас тогда проедемся, посмотрим, как тебе в динамике, в движении. Да, с одной стороны, у нас динамика по сегодняшним меркам, ну, можно сказать, неубедительная, да, 8,4 до 100. Но мне очень нравится, как они реализовали поведение автомобиля при этой динамике, да. Оно, как бы это ни звучало, немного напоминает подвеску и в целом поведение автомобиля у модели Rolls-Royce. То есть, при любом нажатии на педаль акселератора, да, даже в спорт режиме, машина не позволяет вам осуществлять каких-то резких подрывов. То есть, вы всегда ускоряетесь плавно, так степенно, с чувством, с достоинством. И вот этой динамики, 8,4 до 100, ее вполне себе хватает, чтобы комфортно себя чувствовать в городе. Я во время дней теста в Москве все время педалю на ней. То есть, есть еще один плюс у автомобилей, у которых нет супер быстрых показателей в разгоне до сотни, но их динамика приятна, вот как здесь. Когда у вас супер мощная тачка, вы немного нажали, да, немного поразгонялись, все, у вас уже, вы достигли безопасного лимита, да, и все, дальше уже не можете разгоняться. И вот этот разгон происходит быстро. И, соответственно, кайф вы получаете очень быстро и дальше вынуждены тошнить, как любят говорить автомобилисты, да. А здесь вы, получается, гораздо дольше топите, 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 потому что машина дольше разгоняется, и вы дольше получаете этот кайф от набора скорости, да, от динамики. В общем, несмотря на то, что разгон 8,4, лично мне он понравился в формате этого автомобиля, да, потому что главное это не секунды разгона на бумаге, а главное то, как вы ощущаете. И должен отметить, что когда мы в Швеции катались на версии 5 литров, V8, то мне по итогу-то версия 3.3 понравилась даже больше, потому что 5-литровый, он вроде как по секундам на бумаге быстрее, там 5.7 до 100, да, но там ты все равно не чувствуешь какой-то заметной громадной разницы между версией 3.3, несмотря на то, что на бумаге разница большая. Хороший мотор, плюс здорово, что здесь идет классическая связка атмосферный мотор 3.3, плюс автоматическая коробка передач, не робот никакой, да, дает вам такую уверенность в будущем, да, что не будет никаких проблем. Кстати, гарантия 7 лет получается на Ка-900, как и на другие современные автомобили Киа. Оп, топ, 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 смотрите, ну прикольно же, прикольно тянет, черт подери. Или 150 тысяч километров пробега, очень ощутимая гарантия. Бать, как там происходит адаптация сзади, извини, что я педалю, что не везу тебя как уважаемого босса. Знаешь, мне здесь, честно говоря, гораздо лучше, чем за рулем. Просторно, вальяжно, и хочется закрыть глаза и открыть. Но я тебе немного помешаю. Помешал. Ну, разумеется, вот я все говорю о динамике, потому что я динамику люблю, но, конечно же, я думаю, 90% владельцев Киа Ка-900, они не будут часто баловаться динамикой, они будут спокойно ездить. И, если говорить про спокойную езду, то, конечно, блин, да, Киа проделали большую работу в случае с Ка-900, подвеска реально очень приятная, мягкая. И, ну, в то же время, если опять возвращаться к моей тематике динамики, то в режиме спорт в поворотах очень себя ведет достойно, несмотря на то, что она большая, тяжелая, более двух тонн весит автомобиль, 2-100 с копейками. То есть, ну, если что, вы можете на ней динамично поехать и получить от этого удовольствие. Хватает этих 250 сил здесь. Ну, ладно, давайте возвращаться к объективному обсуждению. То есть, да, подвеска очень-очень адекватная, связка мотора с коробкой настроена плавно, да. Совокупная плавность в этом автомобиле, она очень достойна. И если мы вернемся к конкурентам, в общем, официально Киа считает конкурентами Ка-900 младшие по классификации автомобили у немецких брендов. Это Mercedes-Benz E-Class и пятерка BMW G30 новая. Это очень интересно. Они выбрали и ценовую политику, и конкурентов. То есть, действительно, в деньги, в которые вы можете купить Ка-900, вы можете купить пятерку G30 либо E-Class. И это мы еще обсудим. А в статике остановимся, порассуждаем. Конечно, здесь за эти деньги Киа предлагает очень ощутимый пакет преимуществ, да, в виде того, что вы за эти деньги получаете следующий F-Class, да, более статный автомобиль. Давайте-ка сейчас заедем на подземный паркинг, и я там покажу, как в темноте выглядят иллюминации у нас фары и фонарей. Очень достойно это выглядит, потому что, когда в дневном освещении машина едет, этого так незаметно реализовали. Они реально иллюминацию очень-очень достойно. Круто, что, наконец-то, на автомобиле Киа вы можете себя реально достойно чувствовать на уровне с другими крутыми тачками. То есть, когда рядом со мной ехали разные другие премиальные автомобили, да, их водители смотрели на меня, да, я себя абсолютно-абсолютно достойно чувствую. Я не чувствую себя как-то некомфортно. Да-да-да, то есть, прогресс они, конечно, совершили очень-очень серьезный. Вот он, К-900 в темное время суток. Конечно, еще нужно в динамике на дороге его видеть. Спереди он очень статно смотрится в динамике. Очень прикольно выглядят эти иллюминационные элементы. Сзади единственное, что бы я подкорректировал, это вот эта вот хромовая кантовка. Я считаю, она лишняя. Сам иллюминационный элемент тоже очень достойный. Бать, будь добр, сядь, нажми тормоз. Сейчас покажем еще, как при торможении выглядят у нас фонари. Давай. Так, а давай-ка дальним поморгай. Ага, нижние элементы идут в работу по дальнему свету. Хорош! Еще одна фишка, которая нас с Пашей Блюденовым порадовала очень, это, конечно же, мультимедиа. Наконец-то в Kia появилась охренительная мультимедиа, которая, посмотрите, как быстро работает. Вот. И она очень простая и понятная. Я думаю, что вдохновлялись мультимедиа и BMW. И это хорошо, потому что у BMW одна из лучших мультимедиа на сегодняшний день. Приличная, достаточная графика. Не хватает, конечно, интересных всяких опций, как, допустим, техника в работе, как есть в автомобилях Mercedes-Benz, там, тех же BMW, да. Но это в любом случае уже очень отличный шаг вперед. Это удобная мультимедиа на каждый день. Это не то, что мы встречаем в некоторых британцах, да, в системе мультимедиа, которая будет вас в течение ежедневной эксплуатации напрягать, потому что где-то подтормаживает, еще что-то. Нет, здесь, слава богу, все прям зергут, как говорится. По панели приборов здесь достаточно легко осуществляется переход между менюшками. В общем, реально, с точки зрения удобства и мультимедиа, и настройки панели приборов, молодцы. Есть еще у нас проекционный экран. Так, что еще? Ну, спереди, спереди вроде все. А, есть еще, кстати говоря, сейчас в темное время суток, видна подсветка Ambient Light. Она, конечно, слабоватая здесь. Мы с Пашей во время тестов в Швеции пытались ее увидеть при дневном освещении. Так толком и не увидели. Вот здесь вот немножко видно, но нужно было ее усилить, конечно. Точно нужно было ее сделать посильнее. Слишком ее мало, слишком она слабенькая. Это Ambient Light, это подсветка в салоне, она прям формирует атмосферу, настроение. Вот мы когда недавно тестировали Lexus LS, там вот ее, например, вообще не было, и меня это вообще убило. Может быть, кому-то из вас, хозяйственных людей, будет интересно глянуть на багажное пространство. Ну, вот оно есть. Для меня это очень важно. Да, нормуль сюда влезет очень-очень много закупок из азбуки вкуса, да. Хватит о позитиве. Сейчас давайте выйдем, привстанем где-нибудь в хорошем месте и поговорим о минусах. Открою дверь уважаемому человеку. Да, пожалуйста, Сван Абдуваевич. Масса. Масса. Здесь, кстати, смотрите, вручную у нас опускаются и поднимаются шторки. Честно говоря, ну, так как мы люди простые, я считаю, что это очень даже неплохо, экономично, и это влияет на цену автомашины, но не влияет на функцию. Ты знаешь, ты прав отчасти, но я тебе скажу, что они не сделали электрические поднимаемые шторки, потому что у них есть определенная иерархия. Есть Kia и Hyundai, и у Hyundai есть суббренд премиальный, под которым они выпускают премиальные автомобили, называется Genesis. И в рамках внутренней иерархии между этими двумя родственными компаниями, да, которые работают в рамках одного большого концерна, Kia просто не позволили иметь эту опцию в электровиде. А послушайте, ты не слышишь. А вот в Genesis это есть. Точно так же в Genesis G90 есть там массаж, да, а здесь его иерархически не позволили иметь в опции. Но и машина стоит дешевле. Вот. Восток дело тонкое. Бать, ты что там призадумался? Я бы задумался, что бы я сделал, если бы была возможность у меня купить некоторое количество этих автомобилей. Так. Я бы рассмотрел возможность открыть такую же службу такси, как типа Вилли. Ага. Но чуть-чуть ниже в ценовой категории. Я думаю, она бы пользовалась бы определенным успехом. Вот в этом плане, кстати, вопрос к вам, друзья. Вот, если вы заказываете, допустим, премиальное такси, если мы говорим о классе, там, такси не S-класс, там, 7-ка BMW, а когда вы заказываете E-шку или 5-ку BMW, то вы бы хотели, чтобы к вам E-шка приезжала или же Kia K900? Вот здесь, я думаю, точно 100% из вас напишут, что вы бы хотели, чтобы за вами вместо E-шки или 5-ки BMW приезжала бы Kia K900. Потому что в E-шке и 5-ке BMW сзади вот такого люкса нету и близко. Сзади не будет таких вот красивых регулировок, экрана, да? Сзади не будет возможности отодвинуть переднее сидение и сесть просто как босс. Это реальное преимущество. Я утром с просонья сел. Мне абсолютно совершенно какой марки автомобиль. Мне главное, чтобы было удобно. Я бы, конечно, был бы рад поехать там на S-классе, но S-класс в такси стоит совершенно других денег. Например, до аэропорта на Вилле я еду за 2200 рублей на E-шке и 5-ке BMW. А S-класс стоит там в районе уже 5000, может быть, чуть меньше. Вот если бы в Вилле, допустим, и в других службах такси заменили бы E-шке и 5-ке BMW вот на такие, я думаю, народ бы кайфовал гораздо больше. Думаю, конечно, стоит поработать в будущем еще Kia над мощностью бренда, да? Потому что вот недавно у меня была ситуация, я должен был ехать на мероприятие на ВВЦ, там перед детьми выступал, рассказывал немного о том, что я успел понять в этой жизни. Мне организаторы говорят, скидывайте номера автомобилей, на которых вы приедете, и марки. Я там скидываю там, значит, Audi номер и скидываю Kia номер. Когда я скидываю Kia, да, мне стало немного, ну, дискомфортно, потому что люди могут подумать, что я там на Kia Rio приеду, да, и это слишком простенько как-то, и становится как-то, ну, неловко, да, неловко становится, да. То есть я в итоге написал там не просто Kia, а Kia K900 там заявки. Конечно, в будущем было бы круто, чтобы они поработали над премиальностью бренда. Нужно, я считаю, изменить логотип, но слишком он простенький, да. То есть я понимаю, что он сложился уже в рамках той достаточно длинной уже истории, которая есть у бренда, но он не премиальный. Он ассоциируется с более бюджетными автомобилями, которые создают основную кассу данного автопроизводителя, да. Да, на Magentis мы Kia сняли, да, он тогда еще был такой хромовый, состоявший, состоял из отдельных элементов, там, овал и Kia, отдельные буковки были. Мы убрали, стало гораздо красивее. Здесь, конечно, прекрасный пример у реального собрата по концерну, у компании Hyundai, которые взяли и сделали отдельный суббренд Genesis. И звучит отлично, да, ты на чем едешь? Ездишь там. Я езжу там на Genesis. Так что, надеюсь, в будущем Kia сделают суббренд, либо хотя бы для премиальных своих моделей изменят логотип. Минус по слабости брендов в премиальном его восприятии, да, так-то в целом бренд сильный. И сейчас все чаще и чаще я вижу, как люди говорят о том, что, мол, корейцы это здорово, потому что они надежные, да, не то, что современные немцы. Это, конечно, очень круто, какой они путь прогресса прошли, потому что еще 20 лет назад большинство говорило, что там Kia и Hyundai это, мягко говоря, не очень тачки, да, это плохо. А сейчас уже начинают говорить совершенно другие вещи. Здесь, кстати, Бать, смотри, если, допустим, ушел задний пассажир, да, и не разложил сразу сиденье, то здесь есть у меня две кнопки. Я могу подвинуть и разложить. Спасибо, а ты напрягся, думал, что откуда-то выскапивает колотушка и бьет этот задний пассажир. Это, кстати, не самые козырные диски, которые доступны на K900. Есть у них еще такие хромовые, покрупнее диаметром. Но на этих тоже хорошо смотрятся и у них, посмотрите, приличный профиль, за счет чего машина более мягкая на дороге. Не, ну эффектная, конечно, она, да, получилась. А ты обратил внимание, какую здесь замысловатую они сделали решетку радиатора? Смотри, здесь идет такое переплетение, переплетение элементов. Ее индивидуальность подчеркивает? Ну да, клево, клево придумали. Перед ВК можешь сказать, что это едет K900. Ну, в принципе, да. Кстати, у нее название K900, как у подводной лодки. Забыл сказать, что с самой базовой комплектации K900 идет уже с полным приводом. К сожалению, система стабилизации совсем полностью не отключается. Ее можно отключить в таком среднем режиме. То есть можно будет немного пойти боком, но дальше она у вас уже выправит. Ну, опять-таки. А потому что она для этого не предназначена. Ну да, здесь соглашусь, для 95 или 99% водительцев K900 это будет неважно, потому что... Это будет их сознательный выбор, кстати. Если говорить еще о минусах, то кроме необходимости подумать насчет логотипам, да, и усилить премиальное направление бренда, еще один минус, как мне кажется, заключается в том, что непонятно, как машина будет вести себя на вторичке. То есть если мы сравниваем ее с основными конкурентами с Ешкой и пятеркой BMW, то там рынок на вторичке понятен, потому что покупают десятки тысяч автомобилей, да, рынок давно уже сформировался. А здесь у нас новая модель, и вопрос, конечно, насколько она будет ликвидна, да? Ну, это уже покажет только время. Бать, я думаю, можно завершать. Какой у тебя итог по автомобилю вообще? Какое мнение? Кому ты его посоветуешь? Я думаю, его нужно советовать людям, которым не нужны гонки. Конечно же, не нужны гонки. Хотя мне гонять понравилось на ней. Нет, здесь ездят люди за рулем, которые как раз-то смотрят исходительно на таких, как ты, молодых, которые... О, дурачок, поехал там куда-то, да? И им ничего крутить не надо, они своего достигли уровня. Ну, это как бы для крепкого среднего класса, я бы так сказал. Это очень крепкий средний класс. Кстати, это еще очень, это очень хороший еще вариант для тех, кто свободен от стереотипов, что это Kia, а там не Mercedes или BMW, потому что по технологиям машина схожая. Когда мы ездили на Margentis, я только и думал, как купить его новое поколение, потому что я привык к ним. Ну да, то есть прикипаешь к бренду, есть такое. Но смотри, не только эти люди могут стать покупателями нового K900. Допустим, возьмем людей, кто ездит на машинах представительского класса, там тот же S-класс, но предыдущего поколения, та же 7-ка BMW A8, но предыдущих поколений, которые они купили еще до кризиса по старой цене, дай мне сказать. И они могут быть неспособны купить сейчас новый S-класс, потому что он стоит совершенно других денег, да? Но они привыкли к этому F-классу, да, и они не хотят покупать за эти деньги машину поменьше, Ешку или Пятерку, да, машину попроще, которой сзади вот такого, вот такой красоты и близко нет. И для них это хороший вариант, потому что им важно ощущение, да, ощущение бытия в F-классе. То же самое, я скажу, почти то же самое, только другими словами. Те люди, которые умеют считать деньги. Ну да, и свободно от стереотипов, потому что машина реально чертовски-чертовски приятный продукт. Каких-то конкретных минусов по тех части, да, каких-то дискомфортных моментов заметных не обнаружено было. Друзья, ну что, я думаю, на этом финалимся. Спасибо вам за внимание. Пишите в комментариях ваш выбор за эти деньги. Ешка, либо новая Ешка 213, либо Пятерка BMW G30, или же вот такая вот эстетика от Kia в виде их нового K9. Ну ты говоришь, за эти же деньги. Ну там, там схожие деньги. Ешка и Пятерка стоят так же, как эта. Ты хочешь сказать, что Ешки и Пятерки такие же функции, как эта? Да, да. Там единственное, только сзади нет вот такого комфорт-пакета, мягкого, так скажем, да, то есть там нельзя будет вот так откинуть с кнопки сидения, здесь не будет вот этой роскоши. Ну так вот я уже сказал, чего там не будет. Ну не будет только того, что мы видим на заднем ряду, да, то есть простора, вот этих вот фишек спереди по технологиям, там все такое же. И там есть еще сила брендов. Этим ты только сейчас подчеркнул, что вот этим и будет отличаться. При том, что вы нас послушали, надо обязательно самим взять на тест-драйв и поездить. И тогда у вас будет личное мнение, тогда, в общем-то, вы можете соотнести с нашими замечаниями по этому автомобилю, нашими впечатлениями. И вы сделаете тогда правильный вопрос. Да, более того, друзья, я прямо вот вас призываю в ближайшее время, вот прям вот возьмите, потратьте время, съездите в ближайшие дилерки и либо там дистанционно, там на сайте запишитесь на тест-драйв, вы сами кайфанете и вы просто реально охренеете от того, на какой уровень они вышли. Сходите на тест и, скорее всего, наш с батей кайф сегодняшний подтвердится и с вашим кайфом. Субтитры сделал DimaTorzok